Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломицу, пастору Церкви Слово Благодати. Пастор Алексей, для чего Бог создал семью, если люди не способны любить? Очень интересно. Люди подходят к вопросу семьи и, прежде всего, видят ее сквозь призму любви. Я думаю, что в каком-то смысле это оправданный подход, но, к великому сожалению, чаще всего говоря об этом, люди имеют в виду совершенно не ту любовь и не тот тип взаимоотношений, которые изначально были предусмотрены Богом, когда Он создавал семью. Если мы посмотрим на Божие причины создания семьи, то мы можем увидеть две главных причины или два главных фактора, которые сыграли здесь роль. И есть несколько еще второстепенных, которые тоже в какой-то степени помогают нам понимать смысл этого очень важного явления семьи. Во второй главе книги Бытие написано о том, что Бог после того, когда Он сотворил человека, сотворил Адама, Он посмотрел и сказал, нехорошо человеку быть одному. Таким образом, мы получаем первую причину для создания брака — это общение. То есть Бог создает Еву для того, чтобы у Адама была возможность иметь с ним общение. Это общение действительно было очень ярким, очень таким захватывающим. В конце второй главы книги Бытие мы видим, что Адам, когда он видит жену Еву, которую Бог привел ему, он с восхищением говорит о ней, и Бог подтверждает, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое-одноплоть. То есть он говорит о том, что это самая наивысшая форма человеческих взаимоотношений. То есть это первая причина, почему Бог создал семью — иметь общность. Общность предполагает два очень важных фактора. Первый — это посвящение, когда человек посвящает себя жене. Мужчина посвящает себя женщине — это первое. И второе — это принятие, это когда он принимает ее, такой, какая она есть, принимает как того попутчика в жизни или же помощника, как здесь сказано. То есть это то, что для человека необходимо для полноты его жизни. Это первое. Вторая причина — это, безусловно, воспроизводство потомства. Конечно, Бог сотворил с самого начала, написано, и сотворил Бог мужчину и женщину, и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть Бог сотворил брак, сотворил взаимоотношения между мужчиной и женщиной для того, чтобы там появлялись дети, и чтобы они росли вот именно в этой обстановке, полного посвящения себя друг другу и полного принятия друг друга. Это идеальная среда, в которой дети должны появиться, вырасти, сформироваться. Вот именно она позволяет формироваться прочным, стабильным, целостным личностям. Конечно же, эта обстановка и предполагает наличие атмосферы любви. К великому сожалению, человечество было поражено грехом. Когда грех вошел в человеческую жизнь, грех нанес самое большое повреждение в том, что он сделал каждого человека эгоистом. То есть каждый человек стал любить себя больше всего. И это, конечно же, принесло существенное поражение и всей идеей брака. В результате семья вместо места сотрудничества, гармонии, взаимного восхищения друг другом, она превратилась в место, в котором происходит постоянная борьба за свои права. Может, она открытая или где-то скрытая эта борьба, но тем не менее она происходит, она имеет место. Там, где удается ее победить, там, кажется, немножечко лучше отношения, там, кажется, больше любви. Так вот, для того, чтобы решить эту проблему, пришел на землю Иисус Христос. И Иисус пришел для того, чтобы принести в человеческое сердце свою любовь, свою небесную способность любить. Смысл этого заключается в следующем. Человек, приходя к Иисусу Христу, признавая себя грешником, принимая его своим Спасителем и Господом, он подчиняет ему свою жизнь. И подчиняя ему свою жизнь, он наполняется им все больше и больше в сущности того, своего мышления, своих ощущений, своей деятельности. И в этом заключается смысл. Вот почему каждый христианин, чем ближе он к Иисусу Христу, тем больше он будет исполнен плодов Духа. А плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее, тем больше он будет способен любить. Вот почему настоящая семья напрямую зависит от того, насколько ее участники, муж и жена, возрастают в личном познании Иисуса Христа и жизни Иисусом Христом. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.atslova.org. Благослови вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»